We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding, now bring... Всем привет! Вы на канале Фанни Йоркшерский Терьер. И в своем видео я покажу распаковку кольцевой лампы. Кольцевую лампу я хотела купить себе давно. Несколько раз на нее откладывала деньги. Но у меня что-то случалось. Иногда заболевала Фанни и приходилось тратить деньги на ее лечение. Я никогда бы не предпочла покупку кольцевой лампы здоровью Фанни, так как здоровье Фанни для меня очень важно. А в этом году решила купить себе кольцевую лампу в подарок на Новый год. Искала ее на Алиэкспрессе, но потом увидела в Пигурте и заказала. Кстати, когда я ездила туда, возле магазина стояла очень прикольная елочка. Я ее вставлю в видео. Ну что ж, приступим к распаковке. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался. И ставьте нам лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, лампа ко мне пришла вот в таком вот виде. Как я понимаю, здесь сама лампа, а в этой белой коробке штатив. Штатив должен быть высотой 2 метра 10. В последнее время у меня были проблемы со штативом. Иногда я долго не могла его установить. Он начинал качаться. Телефон с него падал. Но я не стала заказывать отдельно штатив, так как собиралась покупать лампу. Теперь мы откроем и посмотрим, как это все выглядит. Вот такая вот коробка со штативом. А вот здесь лампа. Надеюсь, она будет хорошая. Кстати, у меня никогда лампы не было, поэтому я не совсем понимаю, как она должна работать. Это, видимо, для штатива, чтобы на него установить лампу, пульт, чтобы снимать или делать видеозапись. И здесь вот такой вот пультик для лампы, включение и регулировка света. Вот, частично лампу я собрала. Без штатива она выглядит вот таким вот образом. Есть подставка для телефона. Если она окажется мне неудобной, то я буду использовать подставку, которую я заказывала для своего штатива на Алиэкспрессе. Надеюсь, что она подойдет. Вот сюда должен будет вкрутиться штатив, чтобы установить лампу. Лампа работает от USB и пульта. У лампы три вида света. Есть вот такой, такой и вот такой. Также есть плюс и минус, чтобы увеличить яркость или уменьшить. Лампу мне очень хотелось, так как зимой я завишу от света. Свои видео я могу снимать только утром, так как моя комната находится на северной стороне и вечера мне света не хватает. И если все будет, как я планирую, я перестану зависеть от света и смогу свои видео снимать в любое время суток. Ну, а теперь откроем штатив. Вот такой вот штатив был с лампой. Он более прочный, чем мой. Он черного цвета. Кстати, штатив не очень маленький. Мой штатив очень маленький, и его удобно брать. А этот намного больше, и он более громоздкий. Но высота лампы регулируется. Сейчас я соберу полностью лампу и покажу, как все это выглядит. Но мне кажется, что для лампы можно будет докупить еще один небольшой штатив, который я смогу возить с собой в путешествие. А этот у меня будет дома. И еще две вещи я сразу не заметила. Вот эта вот штучка нужна для того, чтобы прочнее удерживать телефон на лампе. И чтобы он не качался, как я понимаю. И на штативе есть вот такой вот предохранитель. Чтобы установить лампу к штативу, его нужно снять. Соединяю лампу со штативом. Вот так вот лампа выглядит в собранном виде. Подставка для телефона мне не понравилась. Она мне показалась неустойчива. Поищу подставку для телефона, которая бы вкручивалась в лампу на Алиэкспрессе или в Пигу Илте. Вся лампа не входит мне в кадр. Высота она еще увеличивается. Но этой высоты мне хватает для съемок. Кстати, меньше лампа не делается. Поэтому брать ее в поездке неудобно, если только у вас нет отдельного чемодана для техники. Кстати, вот эта штучка, в которую я вкрутила вначале лампу, оказалась мне неудобной. А потом я увидела, что здесь есть вот эти вот штуки, на которые можно закрутить мою подставку для телефона. Кстати, иногда с лампой идут чехлы для хранения или перевозки. У меня такого чехла с лампой не было. Но я такие чехлы видела на Алиэкспрессе. Возможно, стоит заказать. Или, возможно, подойдет чехол, в котором можно перевозить ноутбук. Таких у меня несколько. Поэтому один из них попробую для хранения лампы. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался. Ставьте нам лайки. А мы с Фаней вас очень любим. Желаем крепкого здоровья и ждем в наших новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.